ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. С 1 сентября письма счастья должны начать приходить водителям через сайт Госуслуг. Датой получения извещения будет считаться день, когда гражданин зайдет в свою учетную запись. Соответственно, дальше у него будет 10 суток, чтобы обжаловать штраф. Сделать это можно тут же. И 20 дней, чтобы оплатить его с 50% скидкой. Если у человека личный кабинет на портале Госуслуг имеется, но он туда не заходит, письмо счастья будет отправляться традиционной почтой. ТРАССА СТО ОДИН Российские банки запустили программы кредитования для тех, кто собирается приобрести новый электромобиль. Например, одна из известных финансовых организаций дает заем под 3% годовых на 7 лет. Максимальная сумма 7 миллионов рублей. При этом надо внести не менее 20% от стоимости электрокара. Ранее российское правительство пообещало гражданам компенсировать до 25% стоимости зеленого авто. ТРАССА СТО ОДИН Автоваз в пятый раз за год поднял цены на свою продукцию. Размер повышения от 14 до 33 тысяч рублей. Народная гранта стоит сейчас минимум 546 тысяч. Веста от 784 тысяч. Сильнее всего подорожал фургон Ларгус. Цены на него начинаются с отметки 774 тысячи рублей с учетом скидки. ТРАССА СТО ОДИН А Тойота начала принимать заказы на спортивную версию Land Cruiser 300. Минимальный ценник 7 миллионов 620 тысяч рублей. Внедорожник немного изменен снаружи и внутри. Главная техническая доработка заключается в перенастройке подвески, что помогает бороться с кренами и клевками кузова. Моторы остались прежними бензиновый, 415-сильный и дизельный, мощностью 299 лошадиных сел. Трансмиссия в обоих случаях 10-ступенчатый автомат. ТРАССА СТО ОДИН Компания Hyundai совместно с американцами создала беспилотное такси на базе электрокара IONIQ 5. Возить пассажиров оно должно начать в 2023 году. Машина обладает традиционными органами управления, рулем и педалями, но переход в автономный режим осуществляется нажатием на одну клавишу. Новинка оснащена множеством сенсоров, видеокамерами высокого разрешения, ультразвуковыми радарами, а также лидаром с круговым действием, который обнаруживает объекты на дальних расстояниях. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин